Нет, мы это как-то все неэфирно обсуждали, как бы об этом в принципе почти никто не знает. Как в Америке родители через три месяца работают? Ну вот, то есть у них такие понятия, то есть там даже, короче, когда вот уходишь в декрет, тебе государство дает нянечку, которая, значит, помогает сейчас ребенком, объясняет, как с ним обращаться там, да, на ранних стадиях, а потом через три месяца ты либо отдаешь его бабушке и дедушке, либо там какие-то ясли. Но я считаю, что ребенка давай через три месяца в ясли, непонятно кому, это тоже надо, это, смелости набраться. Когда вы уже воссоединитесь, Серега, им сегодня сказали, что карантин у них до 30 мая продлили, не знаю, ничего неизвестно, я ничего не знаю. Сколько часов у тебя был рабочий день и сколько дней в неделю ты работала? Я работала 5 дней, это 100% по 8 часов 45 минут в день и час обеда. Почему я не отвечаю про чтение, потому что я уже 50 раз говорю, что я не знаю, какой у меня объем, не знаю, какая-то длина. Честно, я бы вам сказала, мне скрывать нечего. Привет, милашка, как же ты правильно воспитали родителей? Спасибо. Вообще странно, что Женя решил именно шмотки подарить, лучше бы еще цветов брать. Да, вот честно, решил и решил. Даже говорить не можешь, заикаешься, и что? Вот людям вам делать нечего, что ли? Вы ищете изъяны вообще? Вообще, если я даже буду молчать, вы будете искать изъяны, вот честно. Вам делать нечего, вам заняться нечем, я понять не могу. У вас жизни нету своей, займитесь своими делами. Если вас что-то не устраивает, то выйдите из эфира и живите своей прекрасной, чудесной жизнью. Я не понимаю, мне просто иногда кажется, что вот живут люди какие-то определенные, да, у них столько проблем в жизни, они не знают, на кого это вылить, все это говно. И вот они вот потом заходят в прямой эфир к участникам и начинают там их топить, вот какой плохой, заикаешься, говорить не умеешь, у тебя акцент украинский, и ты по-русски не говоришь, еще что-то, да не насрать, если честно. Занимайтесь своими жизнями. Брови, татуаж, нет, свои. На каком этапе у вас отношения, Сергей? Я вам могу сказать так, что мы уже с ним, я сегодня посмотрела фотографию, когда я выкладывала с цветами, мы уже с ним месяц, даже чуть больше общаемся каждый день. Нет, нас не заставляют выходить в эфиры, остались чувства Дани, нет. Так, где жила в Екатеринбурге на визе? Все, я поняла, да? Все понятно. Собирайся, да? Так. Приезжаешь? Сколько часов в день вас снимают? 24. 24. Уже ждем вашу встречу с Сергеем. Женя, ты новенький, да? Будьте с Сергеем хорошей парой. Ты работяга, после проекта планируешь работать? Я всегда работала. В принципе, я не собираюсь сидеть дома. Ванком зацюрик на Швейц, кайна анну. Зацитисах, ногти карантэн, да, у нас гамз, кайна план. Скажи на французском что-нибудь, что? Ну, я проживаю в Америке. Тут, конечно, все через 3 месяца выходит на работу. Но также есть ясли для маленьких. Ну, вот. Так. Сергей очень любит себя, Маришка. Он тебе больно сделает, только не влюбляйся, а то найду Серегу по голове, да. Какие нормы? Во сколько девушка должна родить? Нет никаких норм. Каждый решает по-своему. Я не считаю, что здесь есть какой-то определенный возраст или какое-то время. У тебя почти всегда хвостик. Неправда. Твой русско-народный танец, но та же история, да. Как жизнь в Швейцарии? Нормально. Что вам рассказать? Ты, Катя, Богданова предложила футболку? Нет, еще я завтра предложу, кстати. Хорошая идея. Расскажите о жизни в Швейцарии. Задавайте мне конкретный вопрос, я буду отвечать. Как попасть в Америку, не знаю. Поскольку спишь на проект, наверное, 4-5 часов, наверное, спишь. Ты как все нормально разговариваешь, не понимаю, к чему. Мне уже это не парит. Так. Была в Крыму? Нет. Нет, скорее всего, на карантине все скучно и хотят перестать тупимым вопросами и словами, не сказав умных слов. Да, джинсы, да. Киваю. Как перестать жить другим человеком и начать заниматься собой? Но это сугубо лежит у вас в голове. Вам нужно определиться с мыслями, чего вы хотите жить его жизнью. И страдать дальше, или заниматься собой, быть счастливой. Все зависит от нас самих, вот и все. Да, именно так. У людей много внутри негатива. Они хоть как-то выписывают, хотят на других. Все правильно, молодец. Что не скажи, как не посмотри. Всегда будут такие, кому что-то не подходит. Не стоит обращать внимание на это все. Нервы крепче будут, согласна. Молодец, все у тебя потрясно. Самая адекватная и умная на проекте. Спасибо. Я знаю, что ты хейтер. Я просто сказала свое мнение. Так. По эфирам Сережа хочет вернуть Олею сюда. Правда, спрашивайте все эти вопросы у него. Я не буду на них отвечать, честно. Не хотите себя Сергеем дистанционно парапевить? Нет. Как ты решилась пойти на проект? Я просто решила все кардинально поменять в своей жизни. Это был толчок на то, что можно поменять все. Так. Ты красивая присмотрись к новому качку. Как так получилось, что вы переехали в Швейцарь? Я переехала с семьей. Привет с Крыма. Ребят, человек прожил больше десяти лет в другой стороне, где на русском практически не разговаривал. Поэтому тяжело вспомнить некоторые слова и сформулировать все. Я даже не обращаю внимания. Просто я вам расскажу одну очень интересную вещь. Когда я знаю, кто я, что я себя представляю и что я могу, и мне кто-то пытается доказать, что я не жила в Европе, что я из какой-то дыры. Что я там, значит, то все. Не буду никакие страны уже оскорблять, где мне говорят, где я жила и так далее. Когда правда на твоей стороне, и ты знаешь ее, то ничего не волнует. Поэтому то, что пишут, мне на это пофиг. Потому что, знаете, пишите дальше из своей дыры, скажем так. Так, а у меня, понимаете, захочу, еду в Швейцарию, буду там дальше жить, кушать вкусный сыр и швейцарский шоколад. А вы потом будете за этим смотреть и думать, ой, я потратила столько времени на свою жизнь, обсирая Марину, она реально из Швейцарии. Вот так вот. Где тебе больше нравится ментальдит? Да, это и тут, и там хорошо, все по-разному. С Селена нормально, общаемся. Бухать тебя позвали, почему не держит меня никто, не знал бухать? Я вообще почти не пью. Как зовут вашу маму, а не скажу. Ты так отвратительно орешь, как колхозница. Не веди себя так. А почему как, колхозница? Почему вам не сказать, Марина, ты колхозница? Скажите. Господи, вы столько времени. Вы какие, какие бывают, извините, не умом развитые люди, если вы уделяете мне больше внимания и своего времени, чтобы вылили у меня какой-то негатив, а по факту вы просто тратите свое время в никуда. Если посчитать, если я буду заходить каждый день в прямой эфир, и мне один и тот же человек будет писать негатив, по времени вы очень много своего времени в своей жизни потратите лично на меня. А я живу дальше своей жизнью. Это вы тратите свое время на меня. Так что отдумайтесь. Какое место страна, где ты отдыхала по раз больше всего? На Мальдивах. Куда бы ты хотела полететь? Я бы хотела слетать в Майами. Ты был в Дюссельдорф? Да. Я был только один раз и очень kurz. Но я была в Совершенный штат. Тебя не парят комменты про него плохие? Нет. Пишите, что хотите. Вот реально. Я служу по другим параметрам, по другим поступкам. Марина, ты яркая и сильная участница на проекте. Спасибо. Сахаряш опасный парень. Я люблю опасности. В смысле? Ты говорила, что в Швейцарии живешь. Услышала через эфир. Селена. Я вчера пошутила, что я ушла с проекта, что я обратно в Швейцарии. Ну, вы же видите, я в женской. Иначе не ушла. Кто Селена ударил? Сейчас она ни с кем не дралась. Вы с Фетей расстались? Что? Даже с ней не начала встречаться, чтобы расставаться. Сколько лет? Мне 24. Молодец, правильные мысли. Давай поженимся. Она одиночка, не скучно на проекте. Смогла бы работать в банке. Это была моя мечта работать в банке. Я пошла немножечко по другому пути, но тоже с финансами, поэтому ничего страшного. Правильно, Марина, нефиг им завтраки готовить. Готовить они никто, чтобы им зрачку подносить каждое утро. Ну, если как бы я сейчас буду готовить каждому участнику, который будет ко мне приходить, ну, это как бы тоже странно. Давайте наймем меня туда поваром. В чем проблема? Дай бог найти хорошего парня. Смотри, не ошибайся. Ты захоряешь опасный парень. Так, ладно. Сегодня ты решила всех поставить на место, умничка. Нет, я вам просто объясняю, что когда я пошла на проект, и когда я сказала о Швейцарии, очень много людей писали, да, она не из Швейцарии, она там то-сё, то-сё. Я сегодня специально выложила пост 2017 года, где я закончила свое обучение, получила красный диплом из Швейцарии. А мне, знаете, даже этого не хватило. Мне пишут, она, наверное, закончила курсы. Курсы, почему? По маникюру, почему? Каждый, вот люди, которые выливают свой негатив, они в каждое, вообще во всем будут искать изъяны. Честно. Поэтому мне уже пофиг. Такое противное. Какой кошмар. Видите из моего эфира, пожалуйста, и больше не заходите. Марин, а ты колхозница. Ужас, какой кошмар. Так. Марин, без ресниц тебе больше идет. Ну, выключите. Как хотите. Да, выключите основную путь. Полностью, что ли? Девочки, все согласны? Да. Ну, на всякий случай, спокойной ночи. Спасибо. Марина, ты очень красивая. Спасибо. Марина, скажи, что у Сеяна с глазом, что у нее с глазом, не знаю. У тебя диабет? Да. Милая, красивая девочка, любим тебя, спасибо. О, давайте тут связь включу, чтобы... А то, знаете... Нормалды? Нормально, спасибо. Да, вы лучшие. Мои... Спокиноки. Спокиноки. Хороших вам эфиров. Так. Да, я сижу в прямом эфире, меня видно, нет? Так. Ты не колхозница. Спасибо большое за ваше высказывание, что я не колхозница. Да, с Сережей общаемся, мне 24. Ты топ на остальных пох. Захаряш, очень толковый парень. Я желаю вам счастья и любви. Смотрю Дом 2 после 10 лет, только ради вас. Честно. Спасибо большое. Приятно читать такие комментарии адекватных людей. Привет, Марина, вы так классно танцуете, очень красиво, привет, Кыргызстан. Спасибо большое. Ни с кем она общается с Сережей. Любимка наша, общаетесь с Сергеем. Да, мы общаемся. Слушайте, насчет наращенных волос я наращивала 4 года подряд. И вот я год ходила без наращенных. У меня была прекрасная длина, прекрасный объем. Все было замечательно. Но я решила вот нарастить. Вот, и сейчас я не знаю, может быть, я сниму, может быть, наращу заново. Все-таки с наращенными волосами тоже хорошо, когда они прямо длинные-длинные. Можно такие прям кудри делать. Тоже очень нравится. Мариша такая красивая, умная. Я восхищаюсь. Спасибо большое. Да, очень красивая город. Ком, еще раз. Верно еще раз. Верно еще русский? Потому что мы тоже пишем, что мы из-за России. И мы смотрим, что мы смотрим, что мы смотрим. И все. И тогда я спросил, что вы понимаете русский, или не понимаете русский? Это очень важная вопрос. Потому что мы можем говорить русский. так будь сережин очень классно здание дружишь но так ля-ля сколько раньше зарабатывал рублях не буду греть сколько зарабатывал не говорят о деньгах да только найти повара красиво как ты марина были проблем с кожи да когда я была а ткачева 671 я вижу по вашей аватарке вы зато огонь ну ладно я уродина вы красотка ничего страшного я с этим смирюсь переживу поплачу но ничего все хорошо маринка шикарная дама огромного женского счастья крепко любви спасибо она жила в швейцаре долгое время это нормально если у нее такой русский это нормально я все не понимаю ну знаете думайте как хотите из дыры я там не из дыры кем я там я могу рассказывать и что-то из своей жизни на люди которые пишут мне всякий негатив меня не знаете я вас не знаю вас знать не знала и никогда не видела поэтому мне все кофе пишите тратить свое время дуйте мне в спину я впереди так так и говорит я вот об этом не дома вы думаете стоит вам наверное сходить там куда-нибудь справить нужду я не знаю какая у тебя профессия спросила как фирме уродин одни уроды там работают вот такие красотки как вы такие красотки как вы не смогут там работать поэтому извините пожалуйста не могу вам разгласить компанию какого типа диабет какого типа диабет так так что маринка нужны приятно лучезарные умные спасибо большое ты сама воспитанная девочка фото тебя очень портит и возраста придают а по видео такая милашка а вот мы остановились какого типа диабет ну игру вы мне придумайте какого я скажу да 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 все окей вы же вы же всегда знаете лучше всех поэтому и очень тебя люблю казахстан любит приятно смотреть на таких людей как ты почему свои не хочешь отрастить красиво ухаживать у тебя так красиво нет у меня хорошая длина она вот где-то вот до сюда но на рощина они понимаете они прям длиннющие иди сюда вперед гордо поднятой головой не обращай внимание на глупых завидующих и мерзких людей ты красотка счастья женского тебе и огромной любви береги себя спасибо вам храни вас бог спасибо вам храни вас бог спасибо тебе спасибо тебе но мне понравилось что так много человек из государства с sixty-ти спасибо от commitments мы можем Подписывайся, коммуницируйся. Все хорошо. Очень хорошо. Я так и поняла, что ты сказала. Да, ты же читаешь мои книги. А, ну видите. Не, ну если хотите, мне, конечно, приятно пообщаться на немецком. Все равно, скажем так, когда постоянно говоришь на русском, немножечко такое есть. Чувство, что навык теряется, но мне будет приятно всем будет мне тоже пообщаться на немецком. Дом 2, смотрю, 16 лет. Офигеть. Он у меня есть, ребята. Придумайте мне стадию. Марин, вам подходит такой макияж очень нежный. У меня сегодня только тоналка, ресницы нарочно. Они, кстати, уже подпадали, поэтому в следующий раз, наверное, еще поменьше. Будь здорово. Спасибо большое. Люблю тебя, не слушай. И да, согласна, что очень похоже на милую кунис. Давай завязывай, спать хочется, а то не усну, пока ты в эфире. Так, еще осталось чуть-чуть. Я просто читаю вопросы. Ты такая... Здравствуйте. О-о-о-о! Опачки! Погружка! Идем. Я, это все. Тоже вопрос. А где есть? Я? Да, я есть. Юля, иди сюда. Что? Подождите секунду. Тихо, тихо. Валенькой. Валенькой. Субтитры делал DimaTorzok Давайте начнем Скажите, зубы кривые, брови длинные, голова большая, уши торчат Не знаю, что еще не так Так Какой кошмар! Может быть, вы мне скажете, где мне купить дорогую? Какие вы все умные, боже мой! Я вообще в шоке, я, наверное, не буду больше заходить в прямый эфир Я просто в шоке от вас Вам что, нечего делать, ребята? Ужас! Это столько злых людей живут Если вам наплевать, женщина, бабуля, дедуля Ну, выйдите Что вы? Зачем? Займите своей жизнью Так С какого возраста у вас диабет? Ребят, у меня нету диабета Это была шутка Потому что вы пишете за меня всегда Я просто говорю Ребят, определитесь сразу же Готовы ли вы меня обсирать и топить до конца Либо вы будете меня поддерживать Потому что я уже сталкивалась с ситуацией Где меня в комментах начали засирать Я ответила на них И потом сказали Мариночка, нет, ты классно, у нас все хорошо Определитесь Давайте тогда, если засирать Давайте пополно Чтобы я вам давала ответочку Не знаю, давайте Батл Не знаю, давайте как-то поддерживать это все Зачем лицемерить? Зачем лицемерить? И еле Что делать Что делать Н Staff Дюсселдорф calorie Немного Я тоже 16 лет смотрю самого Как тебе бабич, нормально? Я не знаю, как дела у Яны и Захара, у них все хорошо Почему телефон забирают? Ну, потому что надо здесь жить жизнью, а не сидеть в телефоне Так Игнорьте такие сообщения, есть же те, кому приятно вас послушаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда он неискренен Что-то в себе скрывает, понимаете? Вот это я не люблю Интересно смотреть на тебя, слушать Марина, зачем ты так реагируешь на Селену? Что я сделала вообще? Я даже слова не сказала Марина, вы похожа на певицу Ханну, это я тоже слышала? Ну, советую, какие ногти сделать Я всегда делала френч, всегда Очень редко я делала красные ногти, но это прям очень редко Два-три раза только Да не задавайте мне никаких вопросов по Селену, я сказала, я с ней нормально общаюсь Боже Дай людям мозг Колхозница, это та же крестьянка, на ней держится вся планета Я в Дюссельдорф Беста Партии Согласна Ладно, пока красавицы искренне Все мои сообщения прочитала, входи, еще чмоки Кстати, заметьте, на немецком и английском никто плохого не пишет Так что делайте выводы, где какой менталитет Согласна, кстати Вот вы сейчас прям в точку попали Мне на немецком еще никакого негатива не полилось То же самое на английском Только реально почему-то на русском только меня засирают где-то Ну, кстати, я очень рада, что есть очень много Вещи, которые тебе подарил Женя Они как вот он мне подарил, так они и стоят Я их даже не доставала Марина, чувствую, у вас отлично, интересно, весело наблюдать Спасибо You are the best, good luck, thank you very much Субтитры создавал DimaTorzok Вы сначала пишете, дура Прям убивайте меня вот этим а окончательно Теперь пишите, тупая И прям убивайте меня теми Какой кошмар Там файн, мы вместе Или они к Дюссельдору И теперь контакт Субтитры создавал DimaTorzok Я не понимаю, зачем засирать не знавший человека лично Займите свою жизнь, она сильная и красивая Добро Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, скорее всего Ничего не будет за хорошим Просто в дыню даст А Данька Макси на стакан кинет Ой, не знаю, не знаю Надеюсь, такого не произойдет Так Так Как относитесь к шуткам Сергея Михайловича? Он сам знает, как я отношусь к его шуткам Поэтому Здесь даже взгляд может объяснить все Вот Ты русская или нет? Я русская Да не делала ничего селения Они нормально общаются, она их разделяет Ты не думаешь, что Семиренко на тебя зуб точить будет? Нет, не думаю Не боятся? В общем, дорогие мои Я пришла заниматься всеми делами Я с вами достаточно долго посидела сейчас в эфире Поотвечала на ваши вопросы Рассказывала Так что Давайте с покиноки Завтра попытаюсь зайти Целый час я с вами просидела в эфире Представляете? Целый час Уделила вам времени А хейтеры уделяют намного больше Поэтому Сегодня хоть что-то было такое продуктивненько Хорошо Так Так Все, всем спокойной ночи Всех целую Так что Давайте Сладких снов Сладких снов